МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С основными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Боевой путь солдата. Глава Чувашии встретился с ветераном обороны Севастополя Павлом Сорокиным. Налоги и вычеты в школах республики прошли дни налоговой грамотности. Битва на льду. Кокейный клуб Чебоксары победой завершил серию домашних игр первенства ВХЛ. Долгие годы его считали пропавшим без вести ветерана с Комсомольского района. В годы войны оборонял Севастополь и попал в плен. О своем боевом пути Павел Сорокин сегодня рассказал главе республики. Пообщаться с ветераном пришли и члены поисковых отрядов. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Прошло более 70 лет, а кажется, что это было только вчера, говорит Павел Захарович. Он ушел на фронт 19-летним юношей. Курсы молодого бойца в Туапсе затем его отправили в Севастополь. До Черноморского форпоста приходилось добираться ночью в кромешной темноте. Днем катер могли обнаружить фашисты. Севастополь обороняли месяцами, но город все же пришлось уступить врагу. В дни прорыва осады Павел Сорокин стоял на посту. Ветеран говорит, что немецкие самолеты сбросили на улицы сотни снарядов. Его ранило обломками камней. Вместе с другими однополчанами после бомбежки его подобрали немцы. Нас привезли в Бахчисарай, а здесь у подножия горы стояли палатки. Мы спали на земле. Для обработки ран ничего не было, даже марганцовки. Поэтому мы использовали лопух. Так я излечил раны. В плену он находился три года. Все это время солдата считали погибшим при обороне города. Павла Сорокина освободили в апреле 45-го. Но на родину он вернулся не сразу. Больше года служил командиром отделения пулеметного взвода. На таких примерах, отмечая глава республики, воспитывается молодежь. Михаил Игнатьев считает, что биография ветерана достойна страниц книги. Надо это делать, чтобы весь мир видел. Чтобы вот то, что он сейчас рассказал, один только сюжет, как все это было, как война начиналась, как прям попал. И все точки зрения в школах, в библиотеках эти книги должны быть. Близкие родственники должны тоже сделать все для того, чтобы все это оставить. Оставить на память. Павел Захарович мечтает вновь побывать в Севастополе, чтобы вспомнить о пережитом. Недавно ветерану вручили горсть земли с черноморского форпоста. Необычный подарок преподнесли члены поискового отряда «Чапаевец». На вахте памяти в Крыму этим летом побывали и студенты Чувашского госуниверситета. Работали мы во многих местах, в том числе в Севастополе, в местах, где рата воевала легендарная 25-я Чапаевская дивизия. В результате экспедиции были найдены останки трех советских бойцов, мастерских пехотинцев и седьмой бригады Москвы пехоты. В память о встрече глава региона вручил ветерану часы с Чувашской символикой и пожелал долгих лет жизни. В следующем году Павел Сорокин отметит юбилей. Ветерану исполнится 95 лет. Митрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Вопросы о привлечении инвестиций в республику и повышении финансовой грамотности населения обсуждали сегодня глава Чуваша Михаил Игнатьев и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. На встрече были затронуты темы внедрения в республики перспективных технологических платформ, которые ускорят решение основных финансово-экономических вопросов. Особенно это будет интересно студентам, откроют им новые перспективы в работе. Я приветствую только. Касаясь финансо-кредитной политики, с учетом того, что все меняется, и на финансовом рынке все меняется, и все это создает постоянные проблемы. А проблемы, изменения, с ними надо всегда управлять. Приоритет политики гораздо определен. Это инвестиции в интеллектуальные возможности и способности человека, а это уже получать продукт труда, по сути дела. Сейчас те банки, которые даже пришли, там ВТБ-24, Каспромбанк, сервис-центр. В принципе, если в целом уже взять, там работает уже 1550 человек. Анатолий Аксаков отметил, что у Чувашии есть все возможности стать мощным сельскохозяйственно-индустриальным центром. Сейчас идут переговоры о создании в республике логистического центра. Парламентарий обозначил и еще одну важную тему. Направление связано с крупными промышленными предприятиями, которые сейчас испытывают трудности. Это концерт «Промтрактор», это «Ехимпром», ряд других предприятий. Будем работать с федеральным правительством, с инвесторами, с банками, с тем, чтобы все-таки развязать вот эти тяжелые проблемы, которые есть на этих предприятиях. В России продолжается неделя финансовой грамотности. В школах Чувашии прошли уроки налоговой дисциплины. Как расшифровывается ИНН, что такое налоги, чем грозит их неуплата, узнали в столичном лицее номер два. Ребятам рассказали об истории становления налоговой службы одного из старейших институтов в мире. Библейские мытари – налоговые инспекторы современности. Школьники узнали о возможностях сайта налог.ру. Там каждый россиянин может выяснить, когда и какие налоги он должен заплатить. Единый день налоговой грамотности проводится ежегодно с 2002 года. Такие уроки полезны как старшеклассникам, так и самим налоговикам. Основная цель нашей акции – это, конечно же, сформировать у нашей молодежи положительное отношение к налоговой политике Российской Федерации. И не за горами настанет то время, когда, возможно, они сами будут руководителями своих собственных дел, своего собственного бизнеса и будут являться добросовестными налогоплательщиками. Рынок продовольственного зерна стал темой сегодняшней встречи главы республики с министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым, директором «Чуваш-хлебопродукты» Владимиром Яковлевым и директором продовольственного фонда Александром Федотовым. В республике завершили уборку зерновых и зернобобовых культур. Министр сельского хозяйства Сергей Артамонов озвучил ключевые показатели. В Чувашской республике зерновых собрано около 640 тысяч тонн. И с учетом поступившего зерна урожая текущего года из-за воза крупными животноводческими комплексами фуражного зерна запас на 1 октября составляет в Чувашской республике 724 тысячи тонн. Основными покупателями в Чувашской республике у нас являются два предприятия. Это «Чуваш-хлебопродукты» и «Продовольственный фонд Чувашской республики», которые на сегодняшний день закупили более 85 тысяч тонн зерна. По сравнению к прошлому году это составляет около 146%. На рынке Российской Федерации зерна достаточно, в том числе для экспорта, заметил Михаил Игнатьев. Ожидается, что урожай зерновых в стране в 2016 году составит порядка 116 миллионов тонн. Слава Чуваши акцентировал внимание, что ситуация на мировом и российском рынках позволяет прогнозировать благоприятные перспективы для сельхозтоваропроизводителей и в будущем году. Директор акционерного общества «Чуваш-хлебопродукт» Владимир Яковлев сообщил, что все плановые показатели выполняются с опережением. Предприятиям закуплены достаточно зерна для производства муки, однако качество иногда оставляет желать лучшего. Прошу я здесь проанализировать со специалистами, как можно сейчас говорить, экспертами. Прошу, прежде всего, операторов, которые занимаются закупкой зерна. Мы должны выявить причину, основную причину. Если на самом деле причина с учетом изменчивости, с учетом совершенствования технологий, с учетом объективных, субъективных причин, нам надо понять, это человеческий фактор или это объективный фактор. Глава региона также поручил министру сельского хозяйства Сергею Артамонову учесть тот факт, что зерно, закупленное государственными операторами, должно остаться в республике для минимизации возможных рисков. На встрече также обсудили меры государственной поддержки продовольственному фонду Чувашской республики и «Чуваш-хлебопродукту». 17 октября 2011 года в ваших телевизорах появился новый канал. Это был первый эфир национального телевидения Чувашии. Мы решили, что об этапах нашего большого пути мы еще остановимся на следующей неделе в праздничном выпуске. А пока мы расскажем вам о том, что никто никогда не рассказывал. Коллеги, вам слово. Спасибо, Юля. Но телевидению чуть больше полувека не нашему, конечно, имея в виду вещание в Советском Союзе. Однако для большинства телезрителей телекухня до сих пор овеяна тайными и мифами. И вот некоторые мы сегодня раскроем. Итак, миф номер один. То, что ведущим новостей приходится учить текст наизусть. Нет, конечно, в самом начале телевидения все так оно и было. Но в 1949 году работник отдела телевизионного радиовещания Ленинградского комитета радиоинформации Владимир Покорский, чтобы облегчить жизнь дикторам, придумал телесуфлер. Конечно, его много видоизменяли. Раз он совершенствовался, вот наш выглядит вот таким вот образом. Внизу есть специальная педалька. Диктор крутит суфлер себе сам. И здесь, как при вождении автомобиля, каблуки мешают. Поэтому диктор делает это чаще всего босиком. Ну что ж, не будем больше мешать Юле. Займемся другой ведущей. Таня, скажи, пожалуйста, вот сейчас ты закончишь свою программу, ты соберешься и пойдешь домой? Нет, нет, конечно, потому что работа тележурналиста и телеведущего похожа на айсберг. Когда одна восьмая видна, а семь восьмых под водой. Приблизительно у нас так же. Мой рабочий день начинается в 9 утра, возможно, иногда и раньше. И никогда не заканчивается в 6 часов. Ну что ж, вот так развенчивать третий миф мы пойдем в нашу редакцию. Миф номер 3. На телевидении все работают по блату. Пойдемте спросим. Кого бы спросить? Дима. Дима, привет. Привет, Оля. Что ты думаешь по поводу того, что на телевидении все работают по блату? Нет, не все работают по блату. У меня даже на эту тему есть анекдот. Вот приходит такой мужик и спрашивает, типа, как у вас с такой дикцией на телевидение взяли? У вас там что, блат? Нет, почему блат? Сесла. Дима, как ты попал на телевидение? Учился, долго проходил практики, прошел конкурс и меня взял в шеф-редактор. Кровью и потом. Действительно, сесла, наверное, на телевидении. Ну и если не по блату люди берут на телевидение, то за идеальную внешность. Да, идеальная внешность. Так, давай серьезно уже. Дима, вот то, что на телевидении люди работают с идеальной внешностью, это же миф, это же неправда? В смысле неправда? В смысле миф? Камеру убрал? Ну вообще нельзя спрашивать про внешность людей. Все одинаково красивые. Ну, конечно, изъяны есть. Ну вот, мужчин, допустим, пудрят, чтобы не блестел лоб или добавляют румяна, чтобы щеки были, естественно, красного цвета. А у девушек, наоборот, подчеркивают идеальные черты внешности, подводят, чтобы они были еще эффектные. Даже если на телевидении работают люди не с идеальной внешностью, они все зазвездились. Это миф номер пять. Алена, скажи, ты болеешь звездной болезнью? Нет, конечно. Чтобы рассказать обо всем в рамках новостей, у нас просто не хватит времени. Поэтому смотрите специальный очерк Елены Гальпериной в понедельник, 17 октября, сразу после выпуска новостей. Ольга Пырычкина, Андрей Шоколев, Республика. 14 октября по православному календарю покров Пресвятой Богородицы. В этот день, по преданию, Божья Матерь во время осады Константинополя пришла в храм на ночную молитву и своим платком покрыла молящихся. Это явление стало символом защиты жителей Константинополя над врага. В народе праздник покрова очень почитаем. О нем сложено множество примет, суеверий и обычаев. Православные отмечают его как великий церковный праздник и молятся о благополучии в семье, здоровье детей и семейном счастье. Накануне праздника в Янымово Ядренского района открылась часовня. Сегодня жители села и окрестных населенных пунктов прошли крестным ходом, перенеся почитаемую икону Покров Пресвятой Богородицы в новую часовню. Она построена на месте разрушенной в 30-е годы Покровской церкви. Местные жители собирали средства на строительство часовни с весны, как только получили благословение на богу угодное дело митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Ящики для сбора пожертвований стояли во всех сельских магазинах и селяне сумели собрать нужную сумму. В начале лета настоятель свято-троицкого собора Ядрина Протеерей Сергий Чернов отслужил здесь службу по освещению, место строительством, а в июле уже освещали новый купол и крест. Главную икону церкви кто-то из жителей села сумел сохранить. Янымов сосчитают 14 октября престольным праздником своего села. Хоккейный клуб Чебоксары завершил серию домашних матчей игрой против Барнаульского Алтая. Точка поставлена яркая. За 60 минут игрового времени было забито 14 шайб. Сколько из них оказалось в воротах соперника? В нашем сюжете. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и нет хоккеиста, который не желает поразить ворота соперника. Пример тому – игра чебоксарцев против Барнаульского Алтая. Несмотря на поражение в первый день встречи, столичные богатыри сумели реабилитироваться во второй. Сразу четверо игроков оформили дубль. Причем пять голов пропустил вратарь Алтая Артем Гвоздик, который в прошлом сезоне успел сыграть и за команду Чуваши. Мы знали, что он играет до одной, до двух шайб. Вот ему надо забить в начале игры, и все, он поплывет. Так и случилось сегодня. Мы предупреждали ребят, надо полезть, побросать низом. Голы такие были, как бы там, я считаю, воротарские они где-то. Артем Гвоздик защищал ворота гостей 19 минут игрового времени. Затем его сменил Александр Власов. Однако чебоксарцы, поймав кураж, атаковали и его. В створ ворот влетело еще пять шайб. В сумме на счету нашей команды 10 забитых и 4 пропущенных шайбы. Ребята играли до конца. То есть здесь претензий к ним нет. 4 гола все-таки забили. 4 гола – это игра выигранная. И пропустить 10, ну я считаю, что просто день невезения. 10-4. Счет в заключительной домашней встрече перед выездными матчами. Напомним, что хоккейный клуб «Чебоксары» в ранге хозяев принимал три команды подряд. И каждый раз одну из встреч наши хоккеисты проигрывали, но в другой побеждали. Отвратительная тенденция. Мы ее обязательно исправим. Я не знаю, как ее оправдать, но мы над этим работаем. Руководство клуба решило отказаться от услуг молодого канадца Гийома Сан-Жермена. У него возникли проблемы с визой. Кроме этого, тренер не видит в нем перспективы. Судя по двум-трем тренировкам, которые он провел, он не скажет, что такого уж уровня, ах, что он нам может помочь. Поэтому будем на чувашских хоккеистов рассчитывать. Победа во втором матче над Алтайцами подняла нашу команду по турнирной таблице с пятого места на первое. Удержать позицию будет непросто. Впереди выездные матчи против наступающих нам на пятки клубов Тамбов, Ростов и ЦСКА ВВС. Екатерина Абрамова, Сергей Адушкин, Республика. Сразу после нашей программы смотрите интервью по существу. Гость студии Елизавета Абрамова, директор Республиканского театра «Кукол». Тема беседы, открывающаяся на следующей неделе, особенный фестиваль для особенных детей. Наши новости и программы вы можете смотреть также на нашем сайте НДРК21.ру. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова